Здравствуйте! Рад вас видеть на канале Филин Казимир. И сегодня мы поговорим о Акапи. Зверь, который собрал в себе признаки зебры, оленя и даже муравьеда. Акапи это невероятный зверь. Он напоминает неправильно собранный пазл. При первом знакомстве со зверем возник вопрос. Как появилась такая лошадь? И лошадь ли это? Ученые говорят, что нет. Акапи дальний родственник жирафа. Жители экваториальной Африки знакомы с чудо-зверем тысячи лет. Но европейцам оно стало известно только на стыке 19-20 века. Самая интересная часть Акапи это весьма запоминающаяся окраска. У представителей мужского пола на лбу располагаются маленькие рожки. Асиконы. Для этих рогов характерна смена наконечника раз в год. В народе этих животных называют лесными жирафами. Но изначально Акапи называли лесными лошадьми. Характерной чертой Акапи является не только окраска, а и язык животного. Этот орган синеватого цвета вырастает до 40 см. И с помощью него Акапи спокойно может умываться. Например, облизывая глаза и уши. К слову, это одна из тех особенностей тела, которая делает Акапи похожими на жирафа. Вторая особенность – это походка. Что жираф, что Акапи. Передвигаются одновременно, используя переднюю и заднюю ногу с одной стороны. Другие же копытные животные используют альтернативные ноги для ходьбы. Акапи не имеют инструментов сопротивления хищнику. Единственный способ выжить – убежать. Эволюция наделила их чутким слухом, позволяющим узнать о приближении опасности заранее. Уши большие, вытянутой формы. Удивительно подвижные. Поддерживать чистоту ушей, регулярно прочищая их языком, зверь вынужден для сохранения тонкого слуха. Чистоплотность выступает очередным механизмом защиты от хищников. Представители вида не имеют голосовых связок. Резко выдыхая воздух, они издают звуки, похожие на кашель и свист. Новорожденные малыши чаще используют мычание. Кроме того, у Акапи отсутствует желчный пузырь. Альтернативой органу стали специальные мешочки за щеками, где животное может хранить еду некоторое время. Акапи ведут дневной образ жизни. Эти травоядные съедают до 30 килограмм листьев, почек, травы, цветов, семян и фруктов в день. Для компенсации нехватки минеральных элементов, эти животные лижут глину у берегов лесных ручьев или в древесный уголь на обожженных деревьях. Некоторые растения, которыми питаются Акапи, являются ядовитыми для человека. Акапи – это одинокое животное. Исключением становится только пара – мать-ребенок. Беременность у самок Акапи длится 450 дней. Это почти полных 15 месяцев. Эти животные проживают в скрытых местностях, домашний диапазон которых составляет несколько километров. Даже при том, что Акапи – не социальное животное, они терпеливо переносят друг друга в дикой природе. Бывают случаи, когда Акапи собираются в маленькие группы для того, чтобы прокормиться. Однако это не затягивается дольше, чем на несколько дней. Животное в упор не признавалось учеными до 1900 года. Однако, когда мир увидел впервые сведения о них, все крупные заповедные, зоологические парки стали пытаться восполнить коллекцию животных, получив Акапи. Первое заточение в неволю получилось осуществить силами Антверпенского зоопарка. Это произошло в 1919 году. Однако, завезенный Акапи прожил в заточении всего 50 дней и умер. В наши дни 160 особей Акапи находятся в 18 зоологических парках мира разных стран. Вот мы и узнали о таком уникальном и необычном животном, как Акапи. С вами был Филин Казимир, подписывайтесь на канал, и мы с вами еще увидимся. Всего доброго!